Жизнь членов Бресского клубного дома-калейдоскопа – это порядка 60 человек яркими событиями наполнено не всегда. Многие из них только покинулись стены больницы, долгое время были изолированы от общества. Организация правильного досуга – одно из основных направлений деятельности клубного дома. Проект «Здравствуй, музей» – это новая попытка, или можно сказать, эксперимент для раскрытия потенциала и реабилитации брещан, которые лицом к лицу столкнулись с проблемами психологического и психического характера. В силу того, насколько они могут воспринять информацию, это не столько их загрузить какими-то знаниями, а просто приобщить их к этой культуре, к этой новой обстановке, то есть социализировать их. Смысл новой инициативы достаточно прост, но со слов инициатора в пользу может принести большую. Цель музейного проекта – постепенно включать в жизнь людей, практически изолированных от общества. У таких людей, которые имеют психические и поведенческие расстройства, они социально изолированы. И до того, как не было клубного дома, многие люди находились в этой изоляции в четырех стенах. И единственное, куда они выходили, это был психоневрологический диспансер, либо территориальный центр социального обслуживания. Потом появляется клубный дом, и он предоставляет различные досуговые мероприятия, которые человек может посетить и обогатиться какими-то новыми знаниями, впечатлениями, вдохновиться. Первая встреча приурочена к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича. Знакомство с жизнью и творчеством автора, музыкальный концерт в живом исполнении, небольшая экскурсия. Все это смогло раскрепостить членов клубного дома. В свою очередь, они тоже проявили свои творческие стороны. И любоваться синим небом, и улыбаясь говорить о том, что счастлива при этом, о том, что жизнь будет во мне. Мы начинаем чувствовать себя без всяких там диагнозов, без ничего. Мы просто люди. Нам дают понять, что мы такие же, как и все. Люди, имеющие инвалидность, это в первую очередь наши близкие люди. Друзья, коллеги, соседи. Они пациенты со сложными диагнозами. И нужна им вовсе не жалость, а понимание и элементарная помощь во включении в общественную жизнь. Продолжение следует...